Поговорим об этом с гостем нашего эфира Игорем Романенко, основателем благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенантом в отставке. Игорь Александрович, приветствуем вас в эфире «Фридема». Здравствуйте. Я вас приветствую тоже. Игорь Александрович, вот танковая коалиция, ракетная коалиция, самолетная, снарядная, еще очень сложно уже все это перечислять. Эти коалиции, которые предоставляют Украине запад, западные компании, это не просто пугалки. Мы на самом деле видим, как это все работает. На самом деле армия России, которой аналогов нет, каждый день встречается, стыкается с мощью, военной мощью Запада. Это все открытая информация. Российские солдаты на поле боя видят это, чувствуют это на собственном опыте. А вот как вся эта информация может морально влиять на потенциальных солдат, на тех же потенциальных призывников, потенциально мобилизованных, которые сейчас еще в России? Работает серьезная очень пропаганда российская, в которую Путин вкладывает миллиарды долларов. И она воздействует круглосуточно. И не только сейчас под эту войну, или та, которая с 2014 года, все уже 23 года, пока он во власти, она набирает обороты, становится более изощренной, я бы сказал. И поэтому готовит граждан глубинного народа для того, чтобы необходимо участвовать в этой чуть ли не отечественной войне со всем злом в мире, на острие борьбы за справедливость, где находится именно Российская Федерация, по словам этой пропаганды. Поэтому, в общем-то, особенно что-то новое не приходится ожидать. Но есть системность, есть опыт уже в этой машине пропагандистской, которые воздействуют на своих граждан. Другое дело, что когда они попадают на фронт, большая часть из них воочию убеждаются в том, что все очень намного отличается от того, что показывают по телевизору, то, что доводит телевизор наиболее распространенный. Поэтому, обращая внимание на этот способ доведения информации, однако, используются и многие другие. И здесь они начинают понимать, что отличается то, что им вносили в уши, показывали перед глазами. Но, как говорится, уже поздно, потому что они уже в обойме, и многих для них заканчивается трагическими смертями, контузиями и всем прочим. Поэтому надо четко понимать, что создана давно эта система, она поддерживается Путиным. Пропагандисты, профессиональные, поддерживаются тоже, в них тоже вкладываются большие деньги, и она работает на достижение такой цели. Поэтому с нашей стороны надо информировать наших людей, доводить потом их пленным, это поскольку, поскольку, как говорится, многие из них возвращаются и снова их заводят. И показывают на этом примере в армию, что, значит, вот они были на фронте, они увидели, и надо продолжать эту борьбу со стороны Российской Федерации. Поэтому здесь достаточно непросто, но война, есть война, информационная война, очень важная составляющая в этой широкомасштабной войне между Украиной и имперской Россией. Ну, ведь это пропаганда, и большинство россиян все-таки осознает, что то, что показывают на федеральных каналах, это не совсем, извините, правда, мягко говоря. И вот те люди, те солдаты, которых используют в этой пропаганде, это одно, но тех, кто возвращается уже калеками без рук, без ног, они наверняка рассказывают совсем другое. Возможно, на мобилизованных это уже как бы не повлияет. Это уже у них, они уже подписали себе, ну, если не смертный приговор, то, ну, по крайней мере, путевку в Украину, когда пошли в военкомат. Но хотя бы на настроение тех же добровольцев, да, вот в начале войны была громкая кампания, идем защищать Россию на территорию чужой страны. Сейчас вот люди, приходящие с этой войны, которые сталкивались с западным вооружением, они же наверняка это рассказывают людям. Вот как это может восприниматься сейчас в России, именно определенная категория людей, которые еще не передумали идти защищать Россию в чужую страну? Вопрос в том, что те там передумали, не передумали, они вводят законодательство, все время работают над этим, хотя формально, и привлекают необходимое количество мобилизированных, заводят их на фронт. Другое дело, насколько качественно они готовят этот состав мобилизированный. Поэтому я не берусь смелости сказать, что большинство как-то уже среди них разобралось. Если бы это имело место, то, наверное, события и обстоятельства внутри гражданского общества России выглядели иначе. Мы тут вообще не помним, кроме одиночных пикетов и тех, которые подавляются, чтобы были протесты. Ну вот там по отдельным моментам были у них национальных меньшинцев, когда призывали, поскольку они говорят, что удельный вес меньшинств, которые призваны на фронте, гораздо больше, чем представители, например, Москвы, Санкт-Петербурга, то есть больших столиц на Российской Федерации, вот там где-то еще в глубины, когда губернатора у них как бы незаконно протестовали, мы помним, а так в целом, несмотря на то, что уже достаточно много погибло и много коллег вернулось, пока вот количество не переросло, на мой взгляд, в качество, хотя определенные тенденции, безусловно, есть, и это важно. И важно вообще работа в информационной сфере по разъяснению, и очень сложно, правда, доводить на, очевидно, для них эту информацию для всех. И поэтому пропаганда российская использует свои возможности. Но война, в том числе и информационная, это борьба, и имеющимися нас средствами и наших союзников надо пытаться быть эффективными и доводить правду. За правду всегда надо бороться, мы это знаем у себя внутри, по революции, гидности, борьбе за правду. Ну, и мы это представляем и уже в международном масштабе, особенно в ходе этой войны между Украиной и Россией. Игорь Александрович, мы это знаем наверняка и постоянно призываем наших зрителей оставаться на той самой стороне правды. Но вот пока пропагандистская машина Кремля работает, украинские летчики готовы уже сегодня поехать на обучение управлению истребителями F-16. Однако это невозможно, пока не будет получено конкретное разрешение от партнеров. Вот, об этом сообщил спикер командования воздушных сил вооруженных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, в первую партию тех, кто будет обучаться, входит 8 летчиков. Вслед за ними отправят их других. Мы, возможно, это будет уже в разные страны. Предлагаю услышать цитату. Летчики уже сегодня хотели бы упаковать чемоданы и уехать, но объявленные сроки – конец лета. Более точных сроков нет. Зеленый свет включается поэтапно, светофоров много, и поэтому каждый светофор надо сделать зеленым. Нам очень хотелось бы расширить географию обучения наших пилотов. Это могли бы быть даже США, но пока об этом речь не идет. Будет приниматься решение политическое или в рамках коалиции авиационной. Лучшая база есть в Соединенных Штатах, но и в Европе есть центры для обучения. Летчики уверяют, что смогут быстро освоить самолеты. Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил ВСУ, в эфире марафона «Едыни новыны». Тут конкретно не о разрешении сейчас, а о том, что действительно готовность. Мы знаем, что была еще на этапе просто разговоров о поставках F-16. Вы говорите, что все-таки не понимают российские военные, с чем им предстоит столкнуться. Пропаганда делает так, что они просто не осознают, какое выражение будет в распоряжении украинской армии. Но ведь военное командование Российской Федерации имеет же представление, с чем предстоит столкнуться. Есть ли ощущение, что сейчас в преддверии новых поставок и усиления украинской армии этими поставками все-таки военное командование России пытается что-то успеть сделать на основных, по их взгляду, направлениях? Есть ли ощущение и интенсификации боевых действий конкретно в преддверии определенных поставок? Они надеются, во-первых, на то, что будет продолжаться такая информационная, не лучшая, на мой взгляд, подача со стороны американцев. Например, мы слышим о разрешении президента загорания зеленого света на протяжении целого месяца. Такое впечатление, что сначала к лампочке электроэнергию подвели, и поэтому загорелось. На следующий день, может быть, бумагу поднесли, потом автор, ну и так далее. И так целый месяц есть президент Соединенных Штатов, а потом целая чиновничная машина действует на обеспечение этого процесса обучения. Поэтому мне не хотелось бы каким-то образом дискредитировать информационную деятельность наших союзников по этому вопросу. Но, мягко выражаясь, здесь у нас она воспринимается не лучшим образом. И поэтому лучшая сторона в этом то, что наши военнослужащие, наши пилоты, и не только пилоты, а и инженерно-технический состав готовы к этому обучению, изучают английский язык. Поэтому, когда спрашивают, насколько или обсуждают вопрос, и как осуществляется информационная сфера вокруг этого очень разнообразная, начиная с весны и по настоящее время говорится, в каких странах в разное время. И там запутались сами американцы и их союзники в том, что и как говорят, где и как они будут обучаться. Это дело такое. Поэтому наши специалисты изучают английский язык. Мы это знаем точно, во-первых. Во-вторых, на мой взгляд, есть вероятность того, что все-таки, несмотря на все эти переносы и объяснения, почему не появляются сейчас самолеты натовские на поле боя, с точки зрения военной, достаточно абсурдные, связанные с тем, что сильное ПВО у россиян, что обстановка на фронте не позволяет сейчас их применять и так далее, тоже не хотелось бы комментировать, потому что по требованиям боевых уставов, тех же американцев, и доктринах, и других странах НАТО, в той ситуации, которая у нас на фронте, ни один их генерал бы не планировал и не приступал к наступательной операции. Это имеет место у нас, и это было в прошлом году с Харьковскими и Херсонской операцией. И сейчас мы проводим, несмотря на такой подход. Поэтому здесь ситуация такая. А россияне, они многому чему научились за эти 18 месяцев войны. Они уже не так легковесно относятся. Они уже там в своей пропаганде даже говорят, что украинская армия достаточно профессионально, мотивирована и все остальное. Поэтому изучает их разведка возможности появления нового вооружения и каким образом это противодействует. Несмотря на то, что количество их, например, самолетов разве превышает НАСА, однако потери именно в летчиков составляют большую проблему, особенно достаточно высокой квалификации и подготовки. Поэтому посмотрите, в те же вертолеты Ка-52 уничтожаются вертолеты, гибнут. Там целые полковники, которые возглавляют определенные структуры и которые, в общем-то, должны заниматься в управленческой деятельности. Однако вынуждены, как говорится, вести боевые действия на передовой, где наши помогают успешно умирать. На чужую территорию, куда они пришли за воевателями. Это отражает тот факт, что не все так хорошо, как показывает их пропаганда. Несмотря на какие-то количественные преимущества, по сути, там тоже есть серьезные проблемы. Но так или иначе, они изучают в том числе и самолеты, которые когда-то должны появиться у нас, и те же танки «Абрамсы», которые тоже когда-то должны появиться у нас, для того, чтобы уметь с этим бороться. Потому что война – это очень серьезный учитель, и она все расставляет на свои места, и подходит к этому все очень проблотично. С чем воюет украинская армия и перспективы нашего обеспечения вооружения, мы как бы прояснили. Давайте поговорим о том, чем воюет российская армия. Вот недавно появились фотографии, если я не ошибаюсь, сами российские военные опубликовали их, снаряды с иероглифами, и подозревают, что это китайские боеприпасы, которые поступили в российскую армию через Иран. Ну, это пока предположение, и тем не менее, ракеты российские, которые жест доброй воли демонстрируют и летят на свои же позиции, техника, которая взрывается от того, что она изношена после хранения, поступила на фронт. Вот как бы вы охарактеризовали эту технику, которой воюет Россия, и параллельно, насколько Китай, может, мы уже известно, да, нам такое устоявшееся понятие о китайском качестве, так вот, как бы вы охарактеризовали, может ли Китай сейчас, какими-то обходными путями, мы сейчас говорили об иранских поставках китайского оружия, а своими путями может как-либо снабжать российскую армию, обходя, находя лазейки, скажем так? Конечно, китайские вооруженные силы во многом есть производные от вооружения, которые поставлялись еще в свое время Советским Союзом, позднее Российской Федерации, а потом военно-промышленный комплекс Китая набрал такую мощь, что сейчас у них очень много разработок мирового уровня, но базовая, в общем-то, во многом остается советская, это говорит о том, что очень много систем общих подходят снаряды и так далее. Поэтому, конечно, россияне помогают это, поэтому Шайгу туда ездят и в Китай, и в Северную Корею, и поэтому с Ираном тесные отношения у Российской Федерации, шахеды поставляют россиянам, россияне расплачиваются натуральным таким образом Су-35, наиболее современными самолетами российскими, которые им сами, в общем-то, нужны, но они вот отдают еще пути решения этих вопросов. Ну и поэтому через Иран, конечно, тоже могут поступать китайские снаряды, но мы знаем, что и в Северную Корею Шайгу тот же недавно прилетал и смотрел на их возможности, и в этом государстве есть определенные снаряды, то есть не только те, которые выпускает Северная Корея, а те, через которые Китай может поставлять. То есть прямую он не решается, не хочет Китай показывать такую помощь россиянам, и это делается через вторые и третьи руки. Большая практика вот такого рода контрабанды в течение 40 лет имеет сам Иран, который выживает последние 40 лет в условиях санкции, а теперь живет таким образом Российская Федерация, поэтому Иран передает вот этот контрабандный опыт и поставляет непосредственно снаряды. Ну и так немыноосчисленные союзники Российской Федерации могут это делать при помощи Китая, которые находят пути обхода договоренности, например, с Соединенными Штатами о том, что Китай по максимуму может представлять нелетальные сброи. Но на самом деле это далеко не так, и поэтому происходит такого рода военно-дипломатическая борьба на глобальном уровне между Соединенными Штатами и Китаем, и пытается до этого уровня добираться Россия, хотя, конечно, кроме там ядерного оружия, во всем остальном очень далеко до этих стран. Поэтому роли места Китая специфичны, они все равно так или иначе вынуждены были, китайцы, поучаствовать в работе 40 стран Джиди относительно перспектив Украины и мира в Украине, то есть использовали такую возможность Китая, реализуют свой азиатский подход, пословица китайская мудрая, что сидеть на берегу и смотреть, как там тигры поедают один на одного или проплывают по их великим рекам Уанхэ, Янзы и другим. Поэтому вот они пытаются это реализовать, но так или иначе китайцы действуют в своих интересах, очень прагматичных, и есть определенные трещины во взаимоотношениях у них в последнее время с Российской Федерацией, поскольку россиян не устраивают, в том числе, что принимают Китай участие и в таких собраниях, как это было в Джиди и в других. Но вот такой очень сложный мир, особенно во время ведения такой ширкомасштабной войны, которая происходит в нашем государстве. Поэтому будем посмотреть дальше. Благодарим вас. Знаете, россиян действительно не устраивает, но, вероятно, они немного не в том положении, чтобы свое недовольство высказывать, так, знаете ли, достаточно громко и четко. Благодарим вас, Игорь Александрович, за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Напомню зрителям, что Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант в отставке, был с нами на связи.